Евгений Сатановский в телеграм-канале, заметочка номер 438. Математики и прочие астрономы, после армии, флота, оборонной промышленности, гражданского авиастроения, медицины, детского спорта, архивов с библиотеками, музеев, консерватории с филармониями и театрами, социалки и образования, наука – самая бесполезная на свете вещь для государства. По крайней мере, того, которым управляют авторитеты и смотрящие всех типов и видов, от различных надзорных органов, наиболее въедливым и вредоносным, из которых был Рособорнадзор до счетной палаты, роль которых у нас гораздо больше, чем всего того, чем они руководят и зачем надзирают, которая, правда, и составляет страну, но это совершенно не их смотрящих забота. И главное, всегда так было. Финансисты и так обрубили науке все, что могли, так что она у нас доживает. Но кое-что еще осталось. И это их беспокоит. Интересно вспомнить, как в Китае еще в 15 веке тамошние финансовые гении с излишними тратами государства боролись, боролись и, наконец-то, справились. После чего страна эта по инерции еще 400 лет существовала, а потом перестала. И государство исчезло. Хотя и не в первый раз в китайской истории. И если бы СССР квантунскую армию не разгромил, но кто, когда учился на чужом опыте, алчность, глупость, близость к императорскому уху и умение вовремя переправить начальственный гнев по поводу печального положения дел с тех, из-за кого оно сложилось, на тех, кто по определению себя защитить не сможет, Основа процветания и крупных царедворцев, и их ближней челяди, и орды мелких чиновников, окружающих кулуарах дворца, одна незадача. В древнем и средневековом Китае их всех хотя бы кастрировали, а при явных провалах пытали и казнили. У нас ни то, ни другое не принято. И так зря. Евгений Сатановский